Палестина, Израиль. Все сложно. Ну, во всяком случае, есть и такие, которые крайне заинтересованы в том, чтобы у вас сложилось такое впечатление. Нам уже давно преподносят это как ракетные удары возмездия, споры по недвижимости или даже многовековые религиозные трения. Но если говорить о Палестине, то мы еще не учли множество важных моментов. Итак, как мы тут оказались? Давайте пролистаем в начало. А все начинается с окончанием Первой мировой войны, между усовицей среди мусульман и обещаниями Запада, озвученными всего лишь век назад. А рассказ начинается так. Идет 1916 год. Война в самом разгаре. Османской империи на этот момент уже 617 лет, и она уже находится на грани распада. Британия и Франция пообещали арабам независимость и власть арабов над Аравийским полуостровом и Левантом при условии, что они помогут им нанести поражение османам. На что арабы ответили по рукам и помогли им разгромить османов. Я понимаю, к чему вы клоните. Причем тут Палестина и создание Израиля, спросите вы. Поверьте, мы к этому еще придем. Итак, после победы Британии и Франции арабы потребовали обещанные им территории. Только они еще не догадывались, что британцы и французы уже провели одну тайную встречу. И на этой самой встрече было решено, что захваченные арабские провинции будут поделены на территории британского и французского контроля и влияния. Британцам отойдет Палестина, Иордания и Южный Ирак, в то время как Франция займет юго-восточную Турцию, Северный Ирак, Сирию и Ливан. Называлось это решение соглашением Сайкса Пика. Вскоре арабы узнают об этом соглашении, и эта новость ввергает их в шок. Их просто обвели вокруг пальца и обманули. Они думали, что воевали с целью свергнуть неарабских правителей, но вместо этого заработали себе, как вы и правильно догадались, европейских правителей-колонизаторов. Ну да ладно, оставим эту историю для отдельного эпизода. Так вот, когда британцы оккупировали Палестину, странные события начинают происходить в Европе. Сионистское движение становится чрезвычайно влиятельным, оно усердно начинает лоббировать идею массового переселения евреев в Палестину и признание права евреев на землю Палестины. А в 1917 году Британия, как ни в чем не бывало, открыто объявляет о своем намерении сформировать национальный дом еврейского народа в Палестине. Таким образом, Британия отдает страну на 90% населенную палестинцами европейским сионистам. Просто подарили. Как вы подарили бы коробку конфет. Историки до сих пор не могут прийти к единому ответу. С чем была связана передача Палестины сионистам-британцами? Просто уму непостижимо. Население евреев Палестины на тот момент составляло меньше 10%. И когда британцы принялись осуществлять переселение европейских евреев в Палестину, то только в период с 1922 по 1926 год население евреев увеличилось до 27%. С учетом всестороннего осуществления плана британского мандата, переселение европейских евреев означало захват еще больших территорий, в связи с чем коренное палестинское население было серьезно встревожено. Палестинцы стали выражать недовольство своим британским хозяевам, но никакого ответа не последовало. Европейское поселение разрасталось. Британцы предложили разделить Палестину и ввести принудительное выселение арабского населения из родных домов. Таковым был их план по урегулированию вопроса. Естественно, палестинцы отвергли такое предложение и восстали против британцев. Восстания были жестоко подавлены. Тысячи палестинцев были убиты. Но палестинцы не сдавались. Они продолжали свою борьбу за независимость. В конце концов, британцам это просто надоело. В 1947 году Британия решила передать Палестину под управление ООН. Иными словами, они просто сказали «вот вам, сами разбирайтесь». И тогда ООН предоставила идиотское предложение, в котором Палестина будет снова разделена на еврейское и арабское государства. Не забывайте, что население евреев в Палестине на тот момент составляло от силы одну треть от общего населения, большую часть которых представляли евреи, прибывшие из Европы каких-то пару лет назад. Но даже несмотря на это, согласно представленному предложению, им было выделено 50% всей земли. Понимая, что их снова развели, арабы отвергли предложение, в то время как сионисты приняли его. Но подвох оказался еще и в том, что сионисты не утвердили обозначенные соглашением границы, и продолжали требовать еще больше земельных территорий. Они согласились создать государство, но не утвердили его окончательную площадь, чтобы впредь самим определять его границы. К 1948 году сионистское население регулярно устраивало набеги, изгоняя коренное палестинское население из деревень и городов, в результате чего тысячи палестинцев были лишены крова и родной земли. Сионисты старались отнять как можно больше территорий у палестинцев, чтобы успеть до вывода британских сил. И ровно в день вывода британских сил сионисты официально провозгласили новое государство Израиль. За одну ночь миллионы палестинцев лишились своей страны. Странно еще и то, что две мировые державы, США и Советский Союз, тут же признали Израиль как новое независимое государство. Да и на этом еще не все. 15 мая 1948 года стал черным днем в палестинской истории. Или как его называют, накба, то есть катастрофа. Потерять свой дом, свое культурное наследие, свой родной дом на ровном месте. Это ужасная боль. Но и на этом не закончилась горькая участь народа Палестины. Началась этническая чистка. Их выгоняли с родных земель и просто истребляли. Создание Израиля повлекло за собой не просто принудительное выселение арабов из родных домов, не просто захват 78% территории Палестины у ее коренных народов, не просто полное уничтожение 530 деревень и городов, подверженных этнической чистке, не просто убийство 15 тысяч палестинцев в сериях массовых убийств. Оно привело к началу еще более ужасающего испытания для палестинцев. Оно повлекло за собой более 70 лет непрерывной оккупации, сноса жилых домов, арестов, скитаний, незаконной израильской экспансии, создание военных блокпостов, возведение разделительных стен, дискриминацию, массовые убийства, бомбардировку невинного гражданского населения, включая детей и женщин, прямо в расположении родных домов. Поэтому нет, тут нет ничего сложного. Палестинцы – это угнетенный народ, лишенный своей родной земли, на долю которого выпали все эти страдания. Вот вам пример того, как события в прошлом влияют на ситуацию в наши дни. Именно поэтому следует помнить и лишний раз задуматься, чтобы история не повторилась. Аллаху ведомо, что мы не желаем, чтобы это снова повторилось в какой-нибудь другой части мира. Пусть Аллах отведет боль и страдания от наших палестинских братьев и сестер. Амин.